То есть на все вопросы, которые вас интересуют, я в состоянии вам ответить. И скажите мне, пожалуйста, что бы вы хотели бы знать именно с запресса образования, именно какие у вас проблемы, с чем вы сталкиваетесь, с какой вы хотите информацию знать? Есть какие-нибудь вопросы по образованию, по системе образования? Как выглядит вот 500 на ребенка? 500 плюс? Да. 500 плюс это помощь, которую, собственно говоря, получает каждый ребенок, находящийся на территории, где в субъекте больше, и не важно, это иностранный ребенок, или не иностранный ребенок. Самое важное, что будет это для легальных выборов, легальный статус легального победы. У ребенка или у родителей? У ребенка. Ну и ребенок в ходу, он сейчас на... Так, и карту по буту, легальный статус по буту, то есть нужно карта? Без карты? Без карты нет. У нас вопросы, я без карты оформила ребенка. Они сейчас немножечко сделали в такой способ, если вы оформили без карты, а ребенок у вас в учебном заведении где-то числится, в школе, в причем? Да, да. А у вас? Тоже. А, ну тогда не проблема. Если ребенок маленький, например, новородок, он нигде не ходит в сад и так далее, и так далее, то в этом немножко проблема. То есть подтверждение его легальности, понимаете? Да. Подтверждение его легальности только идут через карту. А если ребенок уже где-то зарегистрирован в каких-то еще органах, там детский садик, там где вы все данные подаете, да, то есть вы легальность подтверждаете, то уже не проблема. Проблема вот с самыми маленькими, наоборот, с ними проблематично. А если у вас уже ходит в сад, вы уже указываете во внеске, да, номер садика, номер школы, номер лицея и так далее, что туда-нибудь. Это в УЖАНГе можно впадать или нет? Можно через интернет. Можно в УЖАНГе. Но единственное, что у меня требовали карту, и должна быть карта с доступом до рынка праций. До рынка праций совершенно нет. Скажите, а если поддаваться на карту побыта через полициальную школу, то какой нужно доход предоставить? Десять больше тысяч. Сколько? Десять больше тысяч. Серьезно? Десять больше тысяч на год. В смысле? То есть это, что бежало на счету? Ну, тут, как говоря, положите на счет. Нет, понятно, что мы их можно сразу обновить. Да, да. То есть можно будет снять, но... Это обязательно. А не такой опции, допустим... Почему обязательно условие? Не обязательно, если у вас есть обозрение или какой-то еще... Да, да, если есть такая опция. Конечно, то за место денежной... То есть если ты в месяц, например, получаешь 3200, там... Да, вы указываете, что у вас есть доход. Слушайте, УЖАНГ просто интересует. То есть если вы учитесь, на что вы живете? На что вы живете? Все. Вопрос только лежит на том, чтобы по полициальной школе вы не просили социал. Все. Понимаете? Не просили дополнительный социал. А если родители, допустим, помогают на карточку? Пожалуйста, можете предоставить нотариальное заслечение. Главное, чтобы... У нас тоже ученики делали, что мама с папой пишут, что они обездуется ежемесячно какую-то сумму, там, и так далее, и так далее. То есть такое подойдет? Ну, все равно какая-то сумма на счете должна быть, хотя бы там на первые три часа есть. А вот еще вот можно работать без освещения от работодателя. Это вот после окончания полициальной школы. Вот это интересно. Старый закон. Странно. Ну, с 18-го года. Просто многие не знают и... Ну, да, многие удивляются. Многие интересуются. Выделили из общей массы законов, его как бы вытянули, вытемки делали. По окончанию полициальной школы вам не нужно разрешение на работу. То есть вы являетесь абсольвентами школы полициальной. Так. А работать нужно по той специальности? Нет. Нет. Работать вы можете по любой специальности, абсолютно по любой специальности. Как абсольвент... Девушка по-другому нам сказала. Нет. По любой специальности. Не обязательно, не обязательно, не обязательно. Вот было... Раньше вот как раз вот это и поправка была. Только если ты поправишься? Да, например. А сейчас нет. То есть как абсольвент, так же как в студии высшие, как абсольвент. То есть тут именно идет вопрос о том, что вы конкурентами... Это зависит как-нибудь от полициальной школы, извините. Нет, это вообще. В школу только учат. И ничего позаточного. То есть и по опытам своим ты тоже сам занимаешься? Все. Вопросы решайте. Школа только учит. Предоставляет вам знания, базу дидактическую, кадры предоставляет. Школа вам только учит. Школа не занимаетесь. Скажите еще, пожалуйста, вот какое легальное нахождение в Польше? Вот, допустим, ты на карту подался от полициальной школы, прошла и карта, и ты уже закончила. Тебе, грубо говоря, уже надо уезжать. Как абсолютно полициальная полициальная? Почему? Если по школе выше есть один год, то по школе полициальной нет такого. Абсолютно. Потому что школа... Выпускни как совет. Абсолютно. Нет, нет такого. То есть всю жизнь можно находиться в Польше и получать? Нет ограничения. Но вам зададут вопрос, на что вы живете. То есть какое-то время в поиск работы, если, например, в студии выше дают один год на поиск работы, то в студии полициальной нет такого, что ты ищешь в течение одного года, да? Нет, но все равно вы не будете иметь права, например, подать на социал. Вам обязательно надо найти работу, платить ЗУС, страховку и так далее. То есть все равно так или иначе... Угостечать сумму. Да, никто не будет заниматься вашим содержанием, так? Я хорошо. Шоколы, мы можем подавать, чтобы открытое яйцо подавать? Нет. Чего? Не можно. Нет. А что за пруд? Студенты, школы и побыт сталы, это вообще два разных направления. А в этом есть такой вариант, чтобы ты... Вы являетесь студентами учебной души. Являетесь. Школа полициальная, она есть понадгимнодиальная, то есть другой статус школы. Только повинны быть какие-то высшие, так? Обязательно, мы высшие повинны быть, так? Выше учебное заведение обязательно нужно быть, так? А что же просила девушка? Что же просила девушка? То есть пока мы учимся в школе, мы на карте побыты, мы без доступа до празы, там есть, что нет. Как ученик школы, да. Визы дают разно, по-разному. Одни приезжают с визы 11CD, другие 11A. Чем это выдержано, я не знаю, это визовые центры дают. То есть одни дают визы, если ученические визы, с доступом в празы, другие без доступа в празы. Здесь, здесь вы не получаете карту побыта с доступа в празы, если обликнулись на карту побыта. Так, и это потому, что вы должны в любом случае себя на что-то содержать. Понимаете, в чем дело? То есть вы устраиваетесь на работу и сменяется статус карты. Статус карты от работодателя. Поэтому карта, она хороша только в том случае, виза ученическая или карта. Когда вы еще приехали, вы не знаете, хотите ли у вас статус больше, хотите ли вы вообще здесь, найдете ли вы работу. То есть нужно ли вам вообще это все? Потому что очень много людей приезжают, а далее уезжают дальше, куда-то на запад и так далее. То есть такой, как говорится, инкубационный период, чтобы понять вообще, нужно ли здесь адаптироваться, ассимилировать эти статус карты. Скажите, пожалуйста, по окончании школы полициальной, какой-то документ об окончании вы... Да, конечно, конечно. Какой-то документ дает какой-то статус, что он присваивает. Смотрите, школы полициальные, они бывают разные. Некоторые школы имеют полную государственную аккредитацию, такую, как имеет наша школа, наша школа Медикус, которая занимает все 13 этажей. Принадлежит наша школа, наш преподаватель, кстати, здесь присутствует. И ученики, вижу, здесь тоже присутствуют. И все вам подтвердят, что обучение в школе абсолютно бесплатно, абсолютно легально. Школа имеет полную государственную аккредитацию, аккредитирована как министерствами образования, министерствами здоровья, кураториума, связи, уже это место познания, в идеале эдукации. И мы именно в школе Медикус выдаем государственного стандарта свидетельства об окончании школы полициальной, которые, собственно, действуют везде. То есть по всему Евросоюзу, за границей они абсолютно котируются. Я, например, лично жила в Великобритании, и без всяких проблем просто выслала, как здесь вот есть НАВА, там тоже есть такое агентство, агентство высылало мне, прислали почтой подтверждение, что ваши дипломы абсолютно легальные, вы можете спокойно, без всяких мастерификаций, подтверждений, заниматься своей деятельностью. Я высылала косметологию и высылала массажи. То есть не надо было... Это по затерненному Польши? В Британии я подтверждала. Абсолютно. Просто мне кто-то говорил, не знаю точно кто, но это не важно, что если заканчиваешь, допустим, школу полициальную в Польше, то это действует только на Таране Польским, а дальше по закраям оно как-то... Неправда. Это если школа частная какая-то, ее нет в реестре, потому что, как я уже начинала, как говорится, речь о том, что школа полициальная имеет разный статус. Я говорю конкретно о своей школе, директором, которым я являюсь, понимаете. Моя школа имеет полную государственную аккредитацию. Она есть во всех реестрах, в том числе международных реестров, как школа, которая проводит официальную легальную деятельность, которая контролируется ежемесячно всеми соответствующими органами. Есть школы, которые имеют частичную, получастную, так же, как школы средние. Одни есть государственные, другие есть наполовину платные, а есть и вообще приватные школы. Так само и школы полициальные. Вот наша школа, она 100% государственная. Имеет государственную аккредитацию. Функционирует только на дотации в государственных дотациях, и поэтому она контролируется ежемесячно. Все виды контроля абсолютно мы проходим позитивно. Поэтому деятельность легальная. А относительно изучения польского языка в школе? Для учеников школы польский язык абсолютно бесплатный. Абсолютно бесплатный. Это один из предметов выбранного вами факультета. То есть, если вы достаточно оперативно бегленно владеете польским языком, то по распоряжению директора, то есть моего, по тестам, которые как бы полонисты вас оценивают, если они считают, что ваш уровень языка польского B1 и достаточный для того, чтобы вы позитивно подошли к экзаменам, чтобы не вы и не имели стресс, не преподаватели, то я имею право вас просто освободить от польского языка. Если мы, например, видим, что ваш польский язык достаточно на слабом уровне, то, конечно, у нас есть занятия два раза в неделю по два академических часа. То есть это полтора часа загоровых, таких обычных. Два академических часа занятия абсолютно бесплатно. Для тех, кто не является учеником школы медикус, занятия предоставляет школа, фирма, которая обслуживает школу. У нас очень много фирм обслуживает нас, в том числе и по недвижимости, и так далее, и по бухгалтерии, и по праву, и так далее. Вот школа Global Med Education. Вот представитель девочки здесь сидела, вот уезжала куда-то. Занятия у них стоят 12 злотов 50 грошей. То есть это не такие большие... 500 грошей, не в месяц, сам курс 2,5 месяца. 500 злотов получается, если посчитать. То есть два академических часа, то есть полтора часа загоровых, это получается 25 злотов. 12,50 плюс 12,50. На 40 часов, то что длится 40 часов, это получается 500 злотов. И оплата ежемесячно, там получается 200-200 и там курсик. Скажите, дает ли вот этот платный сертификат... Какой именно обучение отдает ли это по окончанию обучения? Сертификат будет. Сертификат, что он к себе несет. Может ли он подтвердить... Нет. Не помню, какой там уровень... Не подтвердил. Вам надо будет подходить и сдавать государственный экзамен в комиссии экзаменов. Потому что он аккредитован государственной очередкой школей, но он не подтвержден понствовым экзаменам. Если вы, например, в школе подходите и сдаёте понствовый экзамен, то сам диплом о сдаче понствового экзамена, он уже как бы является подтверждением. То есть человек, не зная языка, государственный экзамен не в состоянии дать. Правда? Правда. И на этом есть разница. То есть если человек, который подошёл, сдал государственный экзамен, закончил факультет, да, например, и подошёл к государственному экзамену, у него не будет никаких проблем вообще с легализацией. Ему не нужно сдавать в госкомиссии. Если он не подошёл, не сдал государственный экзамен, ему в школе нужно только взять справку, что наука отбывалась в языку польским и конкретно сколько времени, какое времени. И в свидетельстве, например, об окончании полицарии школы мы пишем, сколько было часов и на каком уровне является ученик. А в сертификате в платном нет такой опции, потому что это курс «Пши готова в Чей». Понимаете, в чём дело? Он вас только учит. Он может вам пригодиться для работодателя. Он вам может пригодиться, например, при поступлении в какое-то учебное заведение, там, где вы маганы, например, особенно в ВУЗе, да, требуют там уровни В1, например, или А2 какой-то уровень. То есть у вас будет этот сертификат. У меня, конечно, не была разница. Это вы рассказываете, разница между тем... Платным и бесплатным. Платным и бесплатным. Хорошо. Если мы получим, обучаясь здесь, будучи учениками школы, если мы получим этот сертификат о обучении польского языка, находясь в школе, и о прослушивании пульса своего, на котором мы находимся, на польском языке. Это будет указано по окончании школы в моем сертификате, дипломе или документе? Нет. Не путайте. Если вы ученик школы, ученик, то у вас будет в школьном свидетельстве написано предмет, язык польский. Если вы платно, вам негде писать, потому что вы не заканчиваете его. Понимаете? Вам дадут просто сертификат, который просто несет информацию, чтобы вы какой-то, какой-то закончили курс, такой-то, такой-то, на каком-то уровне находились. Он будет нужен, например, работодателям. Проходите сюда, пожалуйста. Он будет нужен работодателям. Он может вам пригодиться в высшую учебную заведение. Но он не несет такой силы, как бы юридическое, как несет в полициальной школе. Ученик в полициальной школе. А третий вариант возможен, это ученик в полициальной школе, но не изучал курский язык. Не прошел этот курс. Да. Если вы подойдете так или иначе, зададите государственный экзамен. То есть если я выслушаю... Государственный экзамен, государственный экзамен, государственный экзамен по окончании своего факультета. Школы экзамен. А он платный? Бесплатно. Здесь все бесплатно. То есть я смогу... А здесь вы платите 12,50. То есть если я поступлю в ВУЗ, где нужно знание на В1, я могу предоставить этот сертификат не бесплатно, где я не могу быть взятым. Вы можете и здесь предоставить для поступления в ВУЗ, и здесь для поступления в ВУЗ. Потому что этот сертификат, он выдается очередком школе, не школы, а центром обучения, который тоже имеет государственную акзамен. То есть высшеучебное заведение у вас же тут и тут должно быть. Еще такая вопрос. Вот женщина спрашивала, то же самое возвращаться к тому же вопросу, что по окончании школы полицейской медикус мы можем открыть идею на господарчу и одну особую? Какую открыть? По массажу, допустим. Ну а еще как-нибудь там, может быть. Можете. Сейчас придет пани Алисия Эвалт. Подадите, пожалуйста. Об сокраевцами являемся. Пани Алисия Эвалт придет, именно легализация, открытие делальности господарчика, и далее я уже не знаю. Я просто экипшипист. Я директор школы, я могу сказать все, что касается образования, все, что касается плана обучения и так далее. Скажите, пожалуйста, вот люди, некоторые люди интересуются, если, допустим, человек только приехал в Польшу, только-только, и его знание польского языка буквально находится, ну, там, день добрый и тиля. есть у него возможность поступить в эту школу, что для этого нужно, и на какие опции ему нужно выполнить, чтобы поступить конкретно, и сколько времени, собственно. Наша школа, она именно отличается от всех других школ тем, что мы адаптированы, именно программовой адаптивной, то есть наша программа, она адаптирована, и она подстроена для людей, которые вообще не знают языка. То есть люди, которые не знают языка, они имеют интенсивный польский. На первом семестре у нас двуязычные преподаватели. И сразу, извините, это будут платные додавчики курсы? Все бесплатно. Все бесплатно. Все абсолютно бесплатно. И, собственно, интенсивный польский плюс двуязычный преподаватель и преподаватель. Это, кстати, пани Дарья двуязычный преподаватель у нас преподает психологию и преподаватель факультета терапии за Интёвой. И на первом семестре, да, преподаватели, они очень часто, особенно терминологию, специфическую терминологию учат в двух языках, да, то есть они показывают как по-русски и показывают как по-польски. И то есть через ассоциативные методы преподавания человек быстрее адаптируется. Плюс польский язык интенсивный. Конечно, ну, в нашем возрасте мы уже совсем не по 15 лет. Это своего рода такое, как говорится, на горячую воду нас кидали, да, котёл с горячей водой. Но вы знаете, справляются все, справляются все, обучение бесплатно, резигнация тоже бесплатна, если кто-то хочет. Но я на первом семестре вообще не разрешаю резигновать, ну, то есть расторгать договор, потому что я понимаю, что это фактор психологический, что это адаптация идёт учеников, и они должны дальше учиться. Человек хочет совмещать, извините, человек хочет совмещать, например, учёбу с работой. У него есть возможность договориться с преподавателем, либо со школой, в принципе, дабы посещать, дабы посещать работу, и посещать школу. Если штрафы за непосещение. И если какие-то, да. Штрафов нет, никаких штрафов нет, никаких нет укрытых оплат, ни за что. Школа имеет полную государственную аккредитацию. Обучение бесплатное. Значит, относительно работы. Нет необходимости ходить договариваться с преподавателями и так далее относительно посещаемости полной, потому что обязательной посещаемости на занятиях должна быть 51%. 51%, то есть, если я вам так посчитаю по часам, это раз в две недели. Ориентоцильно. Так? Мало того, что занятия, они сделаны таким образом, график занятий, что мы стараемся делать в вечернее время, в выходные дни, то есть, тогда, когда удобно в группе. Если вы не смогли прийти на занятия, тоже нет ничего страшного. Можно подойти к преподавателю и, собственно, попросить смотреть авто дома. Потому что преподаватели дают домой презентации, дают какие-то наработки свои, и они выставают почты, дают... Есть возможность контактировать с преподавателем? Конечно. Они закладывают свои группы, да, пани Дарья? Преподаватели закладывают свои группы где-то там мейла группового или группы на WhatsApp, на Viber, и они просто передают эту информацию. Супер. Наташа, ответьте вам, скажи, что вы. По окончанию школы не будет данный сертификат, и нужно ли будет разрешение на работу для этого преподавателя? Нет. По окончанию полициальной школы вам разрешение на работу не нужно, потому что вы являетесь выпускником школы уровня понадобставления понадгимнатирального, которой является школа в миску. И еще такой вопрос. Я как собираюсь сделать карту по поводу по вашей школе. Были ли какие-то примеры, чтобы положить мне ответы? Я слышала, что по полициальным школам очень часто ответы. Как это то? По полициальным школам по полициальным школам карту получить можно, если вы выполните все условия. Покажете доход соответствующий, да? Покажете жилье, покажете страховку и все. И вам никаких вопросов нет. вопросов нет. Я слышала, если школа бесплатная не будет. Это просто слухи. Понимаете, нет значения платная школа или бесплатная школа. Хуже. Вот сейчас придет паник Олеся, она вам все это в легализации скажет. И нужно просто смотреть, на что вы живете, чтобы у вас будут денежные средства себя содержать, квартиру заплатить, счета заплатить и функционировать на что-то. Понимаете? Ну, страховка когда вы подаете документы от работодателя. Те же самые условия. Только от работодателя вам еще нужно разрешение до работы. А страховка какая? Это ВУЗ? Нет, вы можете какую-нибудь ПЗУ купить. А, любая, да? В остальном компании. Она даже выгодничная. Так, еще раз хочу спросить, возвращаясь к вопросу, что школа выдает в конце все-таки? Это сертификат о прослушивании курсов или диплом все-таки, по которому мы... Для работодателя... Республики Польша сразу скажу, слово диплом в высшее учебное заведение по окончании школы полицеальной выдается первое свидетельство об окончании школы полицеальной на бланке Министерства образования. Ну, так вот школа играет. Специальный бланк, да? То есть он с номером, с голограммом и так далее. Дальше, если ученик подходит и позитивно сдает государственный экзамен в комиссии экзаменационной, то он еще получает диплом о сдаче повышающей, подтверждающей квалификации, то есть такая не такой книжечка, а обычный такой вот бланк, да? И свидетельство о том, что вы позитивно сдали экзамен. То есть у вас получается три дополнения. Ну, как правило, это нужно только для работодателя, этот диплом, в основном, да? Он просто подтверждает твою квалификацию в каком-то в каком-то роде. Да, я тоже думал, что он вообще не спросил. Диплом и подтверждение предприятия. Документом, который для работодателя, для всех органов, в УЖЕНДах является свидетельство, которое выдает из школы свидетельство об окончании полушколы полициальных, которые подписывает лично я, директор, и который подписывает классный руководитель. Каждая группа есть. А какие, скажите, самые востребованные профессии на рынке труда? На сегодняшний день. Что актуально? очень востребованные. То есть я оцениваю это не по факультетам, а по тем запросам, которые я получаю от работодателя. Например, мне очень много звонят с домов старости, с хосписом, с детских домов звонят. То есть ассистентов стоматологов бракует, врачи звонят, то есть не хватает. Ассистентов стоматологов, терапевтов заимцовых не хватает, не хватает катастрофически не хватает опекунов медицинских на день сегодняшний. То есть это специальности, которые просто гигиенисты стоматологических не хватает. По вашим словам, значит, у школы есть связи с работодателями. То есть тогда из этого вытекает вопрос, помогает ли школа по окончанию с трудоустройством в каком-то смысле. не только по окончанию. На стадии учения тоже, На стадии обучения. Например, наши ученики первого семестра ассистентов стоматологических сто процентов все работают по специальности. Сто процентов. То есть школа дает рекомендации по первой сессии, по первой сессии, если мы видим, что ученик позитивно уходит на занятия, сдаёт сессии и так далее, мы даём рекомендательное письмо. Мы даём рекомендательное письмо и ученик спокойно идёт и трудоустраивается. Также в вашей группе бухгалтерской там тоже, по-моему. Сколько получают, скажите, пожалуйста, вот ассистенты стоматологии примерно в час? В зависимости, вы знаете, от квалификации, потому что не в час, они работают как правило на этаж, в зависимости от квалификации, потому что у нас в школе очень много подтверждает даже свои квалификации, как бы обучаются изначально врачи-стоматологи, например, медсёстры. То есть именно старифицировать процесс старификации их медицинского диплома очень длительный. Но себе кормить чем-то надо. Поэтому люди, врачи, например, врач-стоматолог, он идёт, заканчивает ассистента-стоматолога всего два семестра, и он уже работает по специальности. И когда работодатель берёт, например, с медицинским уже образованием с опытом работы, то он ему и четыре с половиной платит. Понимаете? Если, например, это просто девочка, которая была когда-то там в прошлой жизни, я не знаю, психологом, ассистентом-стоматологом работать или вообще не имела никакого образования, то, конечно, это будет совершенно другой уровень заработной платы. Поэтому сказать точно, какой именно заработной платы человек будет диспланировать, это не очень важно. Для нас было важно, что... Где-то ориентировочно, но не меньше 2 600, потому что сейчас минимум. Было важно, что человек получает просто место работы, на котором... Есть ли обучение заочно и делаете ли вы приглашение для обучения? Ну, там, для визы, наверное. Посмотрите, льготы по легализации, они действуют только на стационарной форме обучения. Поэтому мы делаем стационарную форму обучения... Беззаочную обучение. Давайте сначала разберем, зачем заочно отличается стационарную, да? Стационарную. форму обучения в полициальной школе, она длится 3 дня в неделю. 3 дня в неделю, но каждую неделю. А заочная форма обучения... Раз в 2 недели, Раз в 2 недели. Но те льготы, которые имеет ученик в стационарной форме обучения и заочной форме обучения, оно того не стоит. Лучше учиться в стационаре, имея 51% посещаемости, зато у вас документы неправильное, понимаете? Нежели иметь форму заочную и потом иметь с этого проблемы какие-то. Провизу. Делать ли вы приглашение на учебу? Высылайте во все страны, Россия, не знаю. У нас есть онлайн-регистрация на нашей странице. Проходите, пожалуйста. На нашей странице www.scholamedicus.com 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 И, собственно говоря, можно зарегистрироваться онлайн и ученики нашей школы и кандидаты в нашу школу могут получить все документы необходимой почтой и приехать к вам уже с вида. Не обязательно сюда приезжать. Я сейчас напишу вам свою и дам вам визиточку сфотографировать. И ставить вам. О, окей. То есть смысл в том, что можно подать аппликацию онлайн, секретарь с вами свяжется. У нас там есть вайпер, у нас там есть ватсап, мейл указаны, девочки реагируют очень оперативно. Школа, потому что работает в справе 24 часа, и ночью и днем мы постоянно реагируем. Беларусь тоже. Всем белорусам тоже. Выгущие школы есть и в поздно. Чем отличаются стационарная и заочная? Вы что-то говорили, то, что могут быть какие-то проблемы. Ну, например, разрешение на работу. По стационару без проблем. По заочному еще начинка вариации. Сколько годин, сколько часов, подпадает, не подпадает. Еще карту побыта, по-моему, если на заочном, то не получишь. Как же побыта на стационаре вам дадут быстро? А так вообще нет. Придет его справиться на работу. Придет вам вы работодатель, придет вам положить специалист стационарной формы обучения, специалист заочный. Вы какого-то знаете? Ну, понятно. А есть ли какие-то вступительные экзамены у вас? Нет, вступительных экзаменов нет никаких. Необходимые документы, то и необходимые условия для поступления в школу полициональной. Здравствуйте, наши ученики, подтягиваются. Здравствуйте, здравствуйте, приходите, пожалуйста. Необходимые условия для поступления в полициональную школу медикусу, это первое, главное условие наличия полного среднего образования, то есть 10-11 классов. Ирочка, напишите, пожалуйста, наш сайт. Вот, кстати, Ирина занимается, спрашивали, платными курсами, да, вот Ирина Протянник, она занимается платными курсами, это к ней обращаться, Global Med Education для вас. Смотрите, итак, первое, свидетельство об актестат, 10-11 классов. Если нет аттестата, то может быть училище 10-11 классов или техникум 10-11 классов. нет проблем у тех документов, когда, например, к основному профессиональному образованию еще есть дополнительный документ аттестат, потому что некоторые техникумы или училища дают два документа, то есть о профессиональном образовании и плюс о том, что... Нет, вот, например, 9 классов, а потом лицей еще. Да, но лицей, а если мы говорим о техникуме, да, ну, например, старого образца, техникумы не все выдавали, не все выдавали именно аттестат, подтверждение, что человек получил полное среднее образование и нет в старом образце записи. То есть там написано, что он закончил техникум и является парикмахером, например, да, человек или там училище является парикмахером. Но чтобы быть парикмахером, для этого не обязательно иметь среднее образование. Например, в школе в Польше это считается как школа заводовая. То есть это совсем другая система обучения. Поэтому для тех, у кого старого образца дипломы техникумы и дипломы училища, им нужно необходимо, просто необходимо взять справку в том самом училище о том, что человек имеет полно-среднее образование. Скажите, а для учения есть какие-то возрастные ограничения по возрасту для обучения. Скажем так, 18 лет, чтобы полно-среднее человек имел образование, если даже есть 17,5 лет, то тогда мама с папой должны написать более старшее поколение. Мы говорим от и до возраста вменяемости и адекватности. В общем, никогда не учиться не поздно. В принципе, никогда не поздно. У нас есть ученик 72 года, который прекрасно с ней справляется флористно, флористно. Но восприимчивость, мы же понимаем, что восприимчивость в принципе с возрастом наверное не та уже. Язык, наверное, дается... Мы просто спросили. Да, мы каждый знаем свое состояние герои. Еще, есть ли у вас какие-то контакты или вот по жилью, допустим, иногородние приезжают. Я еще закончила по поводу документов. Хорошо. Итак, первые документы свидетельства об окончании полной средней школы. Наличие полного среднего образования. Раз. Второе. Второе. Необходимо две фотографии 3,5 на 4,5. Одно наличное дело, другое наличное студенческую, ученическую легитимацию. Дальше необходимо копия вашего паспорта, карту пабутия, то есть подтверждение легального пребывания на территории республики Польша. Также вам необходимо, если женщины замужем и меняли фамилии, то документ, подтверждающий, что аттестат о среднем школьном образовании и паспорт принадлежат одному и тому же человеку. Возникает тут небольшие загвоздки, что сходилось, расходилось, еще раз расходилось. К сожалению, всю эту цепочку, доказательную цепочку, что аттестат без фотографии средней школы и паспорт, потому что в аттестате есть Маша Петрова, а в паспорте Маша Иванова. И как нам понять, что Маша Петрова это есть тот самый человек, что Маша Иванова? Понимаете? То есть это нужно как бы тоже знать. Ну да, свидетельство о браке, о разводе. А надо документы переводить. Если нет, то справку ЗАГСа взять, подтверждающую личность. Справку, что этот человек будет. Что у нас еще хотели сказать? Переводить на польский присяжного переводчика? Перевести через присяжного переводчика. Можно у любого присяжного переводчика на территории Польши или присяжный перевод можно сделать в школе Медикус. Мы имеем в штате пред... Проходите, пожалуйста. Проходите. А у вас все? Проходите. Вы не на английский? Нет. А, вы... Итак, присяжный переводчик есть у нас в школе. И перевести документы можно у нас в школе. Без всяких проблем. Это особенно очень актуально при онлайн аппликации, при подаче онлайн. То есть не надо ничего бегать, ничего искать. Он просто пересылает денежки присажив переводчику. И девочки секретари все делают. То есть он приезжает, он онлайн заполняет заявление, девочки с ним работают, то есть по пересылке документов, по подтверждению принятия документов и так высылает ему пакет документов для визы и человек нам уже приезжает конкретно на учебу конкретно с визой. Пишите. Меркуренческая с ученической визой. Статус визы ученической. Это очень важно знать. Чтобы не было никаких их потом недоразуме. ученической вопросов. Получается у нас будет практика еще. Практику мы сами должны искать. Да, в школах полициальных практика обязательно. Обязательно практика. Наша школа, она и чем хороша, школа медитут. Из-за тем, что мы имеем полную государственную аккредитацию, мы очень стараемся и с нами очень охотно контактируют работодатели. Они даже сами нам звонят и просят наших учеников на практике. Мало того, что мы сами как школа, как фирма, как органы, которые проводят делами, деятели, и наши партнеры, бизнес-партнеры очень охотно берут наших учеников на практику. Например, техники и услуги косметические. Другие школы полиционеры просто плачут. Никто не хочет брать молодых косметологов на практику, потому что они учатся, это надо сидеть, учить, а никто сидеть, учить, обучать не хочет. У нас есть свой очередок шкалей, то есть центр красоты и здоровья, и наши ученики, массажисты, наши косметологи, они проходят практики у наших партнеров. У нас проблемы с практиками нет. Вот администрации девочки сидят, мы с удовольствием забираем своих же администраторов, у нас сейчас время рекрутации, у нас куча документов, нам очень сильно нужна помощь с документами. Мы своих же учеников приглашаем нам помочь с документами, так само и информатиков своих, так само и бухгалтеранам делали, тоже помогали отчетные периоды, баланс и так далее. Но занимались наши девочки по верификации документов с помощью присоставления годового отчета финансового. Правда? Правда. Эти две категории ассистентка и гигиенистка, они практики мы им не предоставляем, они им не нужны, они уже работают за ухо. Они просто справки с места работы приносят, что они работают и все. Вот общежития, хостелы какие-то вы предоставляете или связи может какие-то есть? У нас есть фирмы, которые обслуживают школу, это несколько компаний, которые предоставляют жилье без каутин, без каких-то получат оплату. То есть человек может приехать деньгами, заселиться себе? Да, могут. Мы просто даем контакты. У нас есть на Фейсбуке группы, неформальные группы для общения наших учеников и там находятся те фирмы, которые обслуживают в школу. Все наши партнеры находятся, в том числе учителя находятся, ученики находятся. Это Познанский клуб взаимопомощи на Фейсбуке прямо по-русски написано русскими буквами Познанский клуб взаимопомощи. И в Будгоще это Будгощий клуб взаимопомощи. Это неформальные группы школы медикус, они обозначены. Неформальные группы школы медикус принадлежат. Поэтому каждый может подключиться, вступить в эту группу и задавать все вопросы и вам на все эти вопросы ответят или наши ученики или наши преподаватели или фирмы, которые обслуживают школу. Все сделано для нас. Мало того, что для семей, которые учатся у нас, есть мама и папа, учатся у нас. У нас есть клуб, который называется медикус китс. И пока наши учителя и ученики на занятиях ими детками занимаются наши терапевты заимтевые. Они занимаются с ними всякими полезными вещами, всякими поделками и так далее. Информатик с ребятами занимается. Я, например, тоже 3 часа или 4 имею какие-то там занятия в школе, преподаю в школе. Я тоже имею двое детей, я сама мама. И мои дети, они находятся, вот девочка у меня у Пани Дарьи на терапии заинтевых, а мальчик, он уже постарше, он находится, например, у информатики. У меня сидит там с ними и лечит подставу информатики. А у вас же нет по-моему информатики уже? У нас есть новые факультеты не открываются, потому что они не финансируются. А, то есть в этом году в принципе? В этом году не финансируются техник рахунковости и техник информатики, потому что переизбыток и государство таким образом регулирует рынок тракции. То есть они когда-то были завешены, а теперь опять открылись. И те люди, которые учатся, они уже заканчивают. То есть это 3-4 семестр, они уже... А в дальнейшем планируете открывать эти... А это не от нас зависит. Мы подчиняемся министерству. Скажет министерство открыть, я должна подчиниться министру образования. Скажет министр образования закрыть, я должна подчиниться министру образования. Есть устав, есть право эдукации, право ответовое. И я как государственный чиновник, директор школы с государственными управлениями, я должна следовать непосредственно буквы законного устава и права святого прежде всего. Если имеется диплом от института о высшем образовании, уже переведенный, надо все равно аттестацию перевести? Вы поймите правильно, вы хотите учиться бесплатно, правильно? Почему специалист в высшей категории магистр с высшим образованием не в состоянии найти работу и идет учиться бесплатно на уровень подставового, гимназиальный? Лучше этого не делать, чтобы не отвечать на неудобный вопрос. Разные жизненные ситуации бывают, почему? Тут мы не властные решательные ситуации. Если есть право, есть, конечно, какие-то распоряжения директора, это очень единичные случаи, очень сильно единичные случаи. Как правило, это, например, касается Донецкой, Луганской области, там, где идет война, сгорели архивы, сгорели школы, не знаю, где люди не могут. Но это я должна написать обоснование, на основании чего? Не потому, что потому так человек хочет, а потому, что есть какие-то очень веские причины, которые, ну, как бы, человек не в состоянии исполнить. С этой просьбой я обращаюсь в соответствующие органы для того, чтобы получить соответствующее разрешение. Еще есть какие-то вопросы? Скажите. Он есть на нашей странице, опубликованной странице бизнес-клуба. Вы можете на странице Facebook и бизнес-клуб лайк поставить, будете получать постоянно актуальную информацию. Он есть на странице школы, он есть на странице неформальных клубов, он есть в интернете, он есть везде, по-русски, по-украински, по-польски, во всех языках. В интернете вот, вбивать. А в донистике у меня есть? Конечно, хотя какая-то артикул такой-то. Все есть. Посмотрите на странице бизнес-клуба, там тоже будет, я выкладывала. А что будет, если не сдать экзамены после окончания школы? Есть какие-то пробные. Такое не бывает? Наверное, бывает. Бывает, конечно, но не в нашей школе. Тут вы формируете ничего. Наша школа за время существования 2015 года имеет 100% издавальность экзамена. 100%! 100%! Это показатель, который просто шикарный, потому что, вы знаете, я очень горжусь нашими учениками, это реально крутые люди, реально крутые. Они приходят с нулевым знанием языка и сдают 100% ГОС. И не я понимаю, то есть приезжают государственные экзаменаторы, мы не знаем, кто приедет. И они все справляются. Не лечут, пьют полерьянку. Бывает и с куром вызываем, и хочу. Ну и такое. Но все радости сдают. Все справляются. То есть план обучения построим таким образом. Сначала мы начинаем так. Больше на польский, больше на терминологию. А уже в конце, перед самым экзаменом, такой хард конкретно. Тесты, зачеты. И начинаем натаскивать конкретно под государственный экзамен. Наши преподаватели просто сидят. Потому что уже люди, они уже знают хорошо польский, они уже понимают, о чем речь идет. То есть по своей специальности, они уже практики побыли на практиках. Но мы их начинаем уже прямо очень активно мобилизировать. Не даем им спусков перед самым-самым-самым экзаменом. И они идут на экзамен, сдают и отдыхают. Но еще хотела пополиться под самый конец, раз уже вопросов не имеете. Что школа является не только центром обучения, но и центром интеграции. У нас на общих занятиях с подставтом к шучеверности или с английского языка. Там, где все факультеты имеют общие лекции. Ребята знакомятся, дружатся. У нас уже 4 семьи, 3 деток родилась в школе. Так что я уже прижды бабушка. Приятные тоже есть моменты, есть приятные. И прежде всего в чужой стране, когда приезжает человек, не знает здесь никого, у него нет ни друзей, ни знакомых. То здесь вы найдете друзей, вы здесь найдете поддержку, вы здесь найдете знакомых. У нас постоянно работают психологи, у нас бесплатные консультации юристов. Это все бесплатно, так? Все бесплатно, бесплатно, все бесплатно. Это все для учеников в школах. Все для учеников. Все какие-то вопросы, пожалуйста, подойти достаточно к секретарю, к директору. Не важно, какого характера. Не можете ребенка устроить в сад, не можете там еще что-то сделать. Вам нужна помощь. Вам никто не откажет. Вам всегда помогут. То есть это школа, где друг друга поддерживают. Не только учат, но и друг друга поддерживают. Здесь вы найдете поддержку, вы найдете силы и в тяжелых ситуациях найдете поддержку. И все хорошо в общем. Еще прошу прощения. Вопрос по легализации. Есть люди, вы знаете, у которых там есть корни польские, польское кожение. Али, ну, на наружных заставах он не может там доказать, что есть какой-то свой правник, чтобы нанять его, договориться. У нас есть правник Петр Плонский, у нас есть паня Олеся Эвалт, которые занимаются легализацией. У нас есть, вон они сидят, администраторы, которые без пяти минут, они умеют углубленное изучение правовых аспектов. То есть если вы какие-то... Что, помочь, например, с картой поляга? Можете написать в форуме, в форуме напишите, в неформальной группе. Вон они сидят, они же вам и ответят. Администрация, они же право, что делают, все эти законы и так далее. Для них это тоже практика. Ну, класс. Пишите. А можно сейчас по поводу работы? Вот, если увольняешься с работы и работала в городе Паши? По легализации придет сейчас паня Олеся Эвалт. Я директор школы. Я вам все могу рассказать. План занять, график занять преподавателей. Что, где, во сколько, все ко мне. Какие документы нужны, что после школы, я вам расскажу. По легализации придет паня Олеся Эвалт. Буквально через минут 15-20. Она будет с вами очень-очень долго рассказывать во все аспекты легализации. Она занимается, она сидит, она специалистов. Я сама не знаю. Потому что я полька, у меня паспорт польский. Я не знаю, я не сталкивалась. Тем более, очень много граждан Украины. Я не знаю украинских специфик, я не украинка. Поэтому не могу вас вводить просто в заблуждение. При всем уважении. Да, не важно. Еще есть какие-то вопросы? По школе? Нету? Все, раз по школе нет, я с вами прощаюсь. Спасибо. Я бы была познакомиться. Предоставляю слово. Моркетолог. Да. А я, извините. Спасибо большое. Очень приятно было. Спасибо. До свидания. Если есть какие-то интересные вопросы, я быстренько ответить. Спасибо. И мой конкрет на втором этаже с 9 до 17. Спасибо. Здорово. Нас цели так много, больше, чем в прошлый раз. Представлюсь. Меня зовут Дубила Лакшимирова. Я маркетолог. 20 лет с лишним. Работаю в крупных компаниях. Последние 6 лет возглавляем маркетинговое агентство. Занимаемся малыми бизнесами, продвижением и стартапами, и личным брендингом. Скажите, будет очень плохо, если я сяду. Нет, будет отлично. Нет, ничего, можно. Если меня не видно, то вы мне скажите. Смотрите, Татьяна обозначила, что у нас с вами вопрос-ответ, но мне кажется, будет странно, если я сейчас вам скажу, вы мне задавайте вопросы, потому что, наверное, сложно, в принципе, задать вопросы маркетологу, не зная в принципе предмета маркетинга. Я правильно понимаю? Да, да. Поэтому я предлагаю построить следующим образом наше сегодняшнее взаимоотношение. Я начну. Если по мере того, что я буду рассказывать, у вас возникают вопросы, то есть какая-то часть прошла, вы мне задайте этот вопрос, и потом мы пойдем дальше. Первое, с чего бы я хотела начать. Значит, тема сегодня у нас обозначена, по сути, такая самая классная, самая веселая – это онлайн-продвижение. Когда мы делаем, открываем бизнес, когда мы выходим на рынок, нам нужна реклама. И реклама, которая сейчас самая актуальна – это онлайн-продвижение. Но, вот сейчас много говорили о легализации, много говорили о том, как очлик бизнес. С чем я столкнулась здесь больше? Я столкнулась с тем, что люди активные, люди хотят делать бизнес, люди, слава богу, не знают безумно много, и поэтому не боятся его начинать. Такой большой такой триггер. Но не с того угла подходят. Вернее, они подходят и с того тоже. Есть как бы три прикольных камня бизнеса, который должен держать предприниматель у себя в голове, когда он решил открыть свой бизнес. Первое, так как мы находимся с вами в чужой стране фактически, это то, что сейчас придет и расскажет нам Памилис. Это то, как легализоваться, как открыть, какие налоги мы будем платить, сколько бухгалтеру будем платить, чтобы он все это сдал. Но какая ситуация происходит? Значит, мы подумали о том, как открыть. Мы нашли место, где снять, например, салон красоты. Мы начали работать. Мы даже нашли людей, которые на нас будут работать, и даже просчитали приблизительно, сколько мы с этого получим. А дальше все. А дальше ничего не происходит. Потому что изначально они подумали, а как я буду дальше развиваться. Обычно, как мы открываем бизнес? Мы, например, поработали где-то наемным сотрудником. У нас... Или мы были каким-то крутым специалистом. И нам... Мы решили, что вот, мы знаем это изнутри, это классно, это наш как бы бэкграунд. И мы знаем, как делать этот бизнес. И мы тоже начнем делать этот бизнес, потому что мы знаем, как он внутри устроен. Мы вроде как начинаем. А дальше, так как нет маркетинга, нет стратегии, нет элементарного, самого вот простого маркетингового плана, дальше становится ступор. Потому что мы не знаем, куда бежать. Мы вроде наработали, работая наемными сотрудниками, себе некое сарафанное радио, которое нам привело клиентов. Но эти клиенты для того, чтобы прокормить ваших бухгалтеров, ваших сотрудников, да, чтобы пошел поток клиентов, его нету, потому что ни одно сарафанное радио при стартапе не принесет вам большого количества трафика. Это невозможно, так не бывает. Поэтому мой призыв такой, крик души в зал. Перед тем, как вы планируете открывать здесь, особенно в чужой стране, бизнес, думаем о том, конечно, какие налоги, думаем о том, чтобы нас не взяли за хвост, не дай бог, местные власти, но думаем о том, а как мы дальше развиваться будем. Поэтому маркетинговый план строим обязательно. И чтобы было прям понятно, не маркетологом, я по этапам назову, что у вас должно быть, в любом случае, не буду рисовать пассажир, там не так много. Первое, что, вот пришла вам идея, все, я готова. Наташа, закрой, пожалуйста, дверь. Вам пришла идея в голову, все, я открываюсь. Дальше мы что делаем? Мы идем и изучаем рынок. Совсем не обязательно платить много денег маркетологам за то, чтобы они пошли, сделали онлайн-миссии рынка. Это достаточно сделать самим. Заходите в Google, набираете ту специальность, по которой собираетесь открывать бизнес, и смотрите, какое количество предложений есть на рынке. Если предложений много, вам туда. Бытует такое ошибочное мнение не маркетологов и не экономистов, не работающих вообще в принципе в этих специальностях. Я такое часто видела в советах, особенно белорусских сайтов таких много. Мне советуют, какой бизнес открыть в Польше. И там написано, ни в коем случае не открывайте ресторан. Там так много местных рестораторов, все, там Красный Океан, вы там не выклывете, там конкуренция. Или не открывайте салон красоты, не открывайте агентство по обслуживанию счетов, не открывайте, там огромное количество конкурентов. Но есть такой нюанс, это закон экономики. Если на рынке, в нише нету конкуренции, значит это не, в этой нише нет спроса. Ни один идиот, тем более небольшая компания, не будет работать в нише, если в этой нише нет спроса. Вот он кушать ему не на что будет. Поэтому, если там большая конкуренция, мы туда идем. Просто вопрос заключается, это так большой нам плюс, нам, кто из постсоветского пространства. Причем, наверное, впереди планета всей, это Украина. Снимая шляпу. Такого маркетинга, как в Украине, мне кажется, уже переседоляли даже штаты. Потому что там используются такие инструменты, а у нас есть украинский и русский язык, мы можем обратиться к нашим ребятам, которые делают маркетинг, что поляки будут отдыхать. Польский маркетинг находится в данный момент на уровне 2000 года России и Украины. То есть они применяют реально, но совершенно допотопные инструменты. Поэтому, когда выходим мы на рынок, если мы используем с помощью маркетологов наших какие-то инструменты, а их не надо так много, то мы заведомо имеем конкурентное преимущество. Это вопрос о том, что у нас будет все хорошо. Итак, когда мы проанализировали рынок, выбрали себе целевую аудиторию, если будет интересно, в следующий раз расскажу, как это сделать, по той причине, что это очень, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, важно. Выберите не ту, проиграйте. Вы знаете, в маркетинге на каждом шагу. Пойдешь не туда, попадешь. Это как вот вы ко мне подходите, там лошадь потеряешь, там жизнь потеряешь, а вот здесь вот у тебя все будет. Вот это маркетинг. Поэтому выбираем целевую аудиторию. Дальше не плюем на брендинг. Вот никогда не плюйте на брендинг, честно. Вы хотя бы логотипы, фирменные цветы, они должны быть везде. Мы живем с вами в 21 веке, и мы привлекаем своих клиентов через интернет. У клиентов должно быть последовательный ассоциативный ряд. Сохраним. Последовательный ассоциативный ряд. То есть вы начинаете, и дальше вы продолжаете в тех же цветах, в тех же формах. Но не буду сейчас задаваться, потому что это совсем глубокая тема брендинга, и ее надо отдельно открывать. И отдельно открывать и личный брендинг, и отдельно открывать корпоративный брендинг. Но без него никуда. Предположим, вы заказали, вам сделали. У вас есть уже некий такой пакет, с которым вы идете дальше. Дальше мы что сделаем с бизнесом? Мы начинаем составлять себе ассортимент. О чем мы продаем? Вы до этого уже проанализировали своих конкурентов. Вы понимаете, что вы умеете делать. Вы на рынок должны выдать то, что у вас купят. Не то, что вы хотите продать, а то, что у вас хотят купить. Это самое главное правило. Дальше у вас ассортимент. Вы выбрали свое ценовое позиционирование, сделали себе прайс. Вообще сейчас не буду в это вдаваться. Если есть вопросы, потом готовы ответить по поводу ценового позиционирования. Дальше выбирайте каналы продаж. Они бывают разные, естественно. Если у вас онлайн бизнес, значит вы уходите, продаете через сайт, через каких-то партнеров, интернет-магазины. Если у вас стационарный бизнес, такой офлайн бизнес, который сейчас в Польше, я вообще все призываю, классно работает, честно, уже несколько клиентов реально, вот честно, за два месяца поднимаются. Я шесть лет проработала последнее. В Москве у меня в месяц было 3-4 клиента, которые мы ввели. Это была катастрофа. Для того, чтобы что-то продать и кого-то запустить, это надо, ну не знаю, ужом вывернуться. Ужом вывернуться, использовать такие инструменты, огромные деньги для того, чтобы пробраться вот в этих нуарах.